Здравствуйте! Это Другие Новости. Ну что же, праздники остались далеко позади, впереди суровые трудовые будни. И чтобы хоть немного облегчить этот тяжелый период адаптации к работе, мы сегодня решили рассказать вам о самом прекрасном. В зале городского выставочного центра открылась выставка Владимирского художника Михаила Рудника. Я вижу свет. Идея пришла совершенно спонтанно. Нас познакомили с Михаилом. Мы увидели, какие замечательные работы он создает, как он творит, что у него такой вот новый взгляд на наш старый древний город. И поэтому мы вот думали, 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 думали и решили, что Новый год, новый, как бы, стоит открывать, конечно, с его выставки. Поэтому сделали для тебя все возможное, чтобы это выставка состоялась в наших стенах. Честно, правильно отображает то, что есть на самом деле, только добавляет очень много позитива, потому что надо смотреть на этот мир с позитивной точки зрения. Вот точно так, как это делает Михаил. Кстати, Владимирская пейзажная живопись – направление, прочно утвердившее себя в искусстве в 70-е годы прошло века и в настоящее время вошедшее в сокровищницу подлинных достижений российской национальной школы. Характерной чертой этой художественной школы является подчеркнутая яркость красок, взятых, что называется, в полную силу. Я сегодня уже выступал на открытии выставки и сказал все от души, что действительно с каждой выставки, с каждым мероприятием мне все больше гордости говорить, что да, это мой брат. Всю жизнь мы вместе. Я уже без всякого привлечения считаю и людям, друзьям, всем говорю, что мой брат – великий художник. Мне, конечно, приятно, что я создал такой повод, чтобы собрались старые друзья, кто-то давно друг друга не видел, какие-то известные люди, солидные, которых я очень уважаю. Сегодня так получилось, что я как бы собрал всего понемножку. На самом деле у меня работ очень много. Я как раз и хотел, что некий отчет за последние два года, то, что вот я делаю, чем я занимаюсь. Тут, как говорится, и дачи, и лес, и городские пейзажи, и, конечно, портреты людей. Отметим, что любимый жанр художника – портреты. Однако не менее значительное место в его творчестве занимают и пейзажи. Вообще умение увидеть самое интересное и положительное в привычном для нас мире особенная черта художника. Много путешествий он всегда и всюду находит впечатление для новых произведений. Заслуга как раз наших старых мастеров, вот Владимирских, которые мне в последнее время все больше и больше нравятся. А то, что эмоции, она художник как? Он должен эмоцию выражать, если в живопись, то в краске, в цвете. Вот это и есть эмоции. А если нет эмоций, серые какие-то эти будни, они и так у нас за окном каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова